Допустим, что доктора обнаружили, что ваш друг смертельно болен, и что ему суждено прожить не более двух месяцев. Сказали бы вы ему правду, что таково его положение, или сказали бы вы ему, как говорят, серую ложь, что болезнь его не опасна, и что со временем он поправится. Пусть, мол, последние дни своей жизни живет с надеждой на лучшее. Такой именно вопрос был поставлен не одной личностью. Ответил я ей так. Как верующий я лгать не могу, а должен сказать правду, притом зная, что у человека бессмертная душа, я бы почел моим долгом указать моему другу о необходимости приготовиться к вечности. Но если даже мой больной друг был бы чадом Божьим, и он меня просил ничего не скрывать, но сказать всю правду, то как, будучи сам чадом Божьим, мог я сделать иначе, как не сказать ему истину? Что я этим хочу сказать? А то, что как служитель Божий я обязан не иначе, как проповедовать всю истину. Моя молитва и желание, чтобы я мог сказать к концу моего служения здесь на земле вместе с апостолом Павлом, «Чист я от крови всех», ибо не упускал возвещать вам всю волю Божью. Вы знаете, что в наших передачах мы всегда старались предупреждать грешников о вечности, о необходимости быть готовыми к встрече с Богом, и что для этого нужно верою в Иисуса Христа родиться свыше. Никто не может обвинить нас в том, что эту истину мы не проповедовали. Не умолкали мы и о тех грозивших опасностях, попадающихся на пути чада Божьего. И это, дорогие мои, мы с Божьей помощью будем продолжать делать и впредь. Сегодня я главным образом хотел бы указать на некоторые опасности, с которыми нам, верующим, здесь приходится встречаться. Широко я не собираюсь распространяться. Опасностей много, и многие из них до того явны, что, думаю, что нет надобности о них сейчас напомнить. Однако сегодня я хотел бы указать на те опасности, которые, может быть, не так явны, но тем не менее пагубны для нашего духовного человека. Я думаю, что каждое искренное чадо Божие желало бы видеть духовное пробуждение, как в Церкви Христовой, так и в своей личной жизни. Невольно смотря на иссохшую вокруг нас почву, мы начинаем вспоминать прошлые действия излияния Духа Святого. Опасность в этом та, что мы начинаем жить этими прошлыми переживаниями. И из этого истекает еще другая опасность, а именно, желая восстановить и пережить прошлое, мы начинаем имитировать методы вчерашних дней, пренебрегая чудным фактом, что Дух Божий в своих действиях и проявлениях всегда свеж и нов, и что Он желает сделать для нас нечто совершенно новое и свежее сегодня. Мы же стараемся втеснить Духа Святого в узкие рамки прошлых опытов и переживаний. Дорогие братья и сестры, более чем кого-либо из нас или всех нас вместе взятых, Дух Святой жаждет пробудить и злить на нас ранний и поздний дождь, дать нам духовное пробуждение, в котором мы так нуждаемся. Апостол Павел понял опасность оглядывания назад и говорит, «Забывая заднее, я простираюсь вперед, стремлясь к цели, к почести Вышнего Звания Божия». Конечно, с одной стороны, мы правы вспоминать прошлые благословения, ибо сравнение пробуждения прошедших лет с настоящим положением вещей должно заставить нас задуматься о том, в чем наш недостаток, как нам выйти из этого печального положения. Дело в том, что нам необходимо обнаружить, что сегодня, в настоящее время делает Бог, и, обнаружив это, действовать в соответствии и в сотрудничестве с Ним. Будем возлюблены и откровенны. Церковь сегодня недомогает. У нас нет пробуждения. Что-то недостает. Мы трудимся, но без силы и помазания Духа Святого, и результаты наших стараний жалкие. Всем нам известно, что у Бога есть определенно установленные законы, по которым Он действует. И поскольку мы обнаружим эти законы и принципы, и будем ими руководиться и по ним действовать, постольку мы будем проявлять в нашей жизни божественную силу и жизнь. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять одно место из Священного Писания, в котором мы обнаружим эти принципы, по которым Бог действует. Они действительны сегодня, точно так же, как они были действительны во времена древние. В 101-м псалме мы читаем такие слова. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Вы заметите, что эти слова говорят нам, во-первых, что есть определенное назначенное время, в которое Бог избавляет детей своих от бедствий. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». Затем эти стихи нам говорят ясно, что время избавления тогда приходит, когда Бог восстанет. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, и, наконец, твое и мое отношение к настоящему положению вещей определяет время, когда Бог восстанет. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Иными словами, Бог тогда избавляет, когда народ его признает причину своих бедствий. Я думаю, что мы готовы признать, что, в общем, мы окружены духовной засухой и пустыней. Порой даже кажется, что Бог как будто скрывает лицо свое от нас и забыл миловать. На такой именно минорной ноте начинает псалмопевец этот псалом. Заметьте, первые стихи 101-го псалма. «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к тебе. Не скрывай лица твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо твое. В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня». Сколько раз и мы молились так о современном положении вещей. И, безусловно, молитва – это искренно, исходящее из болящей души по делу Божию. Но, возлюбленные, молясь так, мы можем в то же время сильно ошибиться. И Бог все время говорит нам, «Что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли вперед! Мы можем быть абсолютно искренны, когда взываем Господу словами пророка Исаии, говоря, «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние!» А Господь отвечает, как Он некогда ответил народу Своему, «Восстань, восстань, облекись в силу Твою, Сион! Облекись в одежды величия Твоего, Иерусалим, город великий!» Господь как бы говорит нам в ответ на наш вопль о пробуждении, «Я никогда не дремал и не засыпал! Это вы заснули! Вам нужно встать!» И вот, наконец, псалмопевец приходит к чудному заключению, что у Бога есть назначенное время, чтобы совершить свое избавление для народа Своего. Какое это утешение для нас! Какое ободрение, что народ Божий не покинут Богом в день бедствия Своего! Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот! До этого тринадцатого стиха псалмопевец жалуется, стинает, плачет, но вдруг его озаряет чудная истина, что Бог не изменяется! Он пребывает вовек! Он не оставил народ Свой в день засухи, мрака и бедствия! Он близок, когда кажется, что Он далек! Он видит, когда думаем, что Он слеп! Слава Ему вовек! Не будем забывать, что избавление всегда близко связано с бедствием. Причина бедствия и горя не иная, как избавление Господне. Он посылает нам горе, чтобы нас избавить, избавить нас от того, что причинило это горе. Почему Бог посылает горе и бедствия? Почему Он удерживает проявление Своей силы, позволяет засуху так, что нет плодов в винограднике Его? Для того возлюбленной, чтобы исправить зло, которое причинило это опустошение. Мы так часто молимся о избавлении от наказания, вместо того, чтобы молиться о избавлении от греха, который заставил Бога нас наказать. Мы хотим избежать того, что причиняет нам боль, вместо того, чтобы освободиться от того, что причиняет боль Богу. Бог для того наказывает, чтобы дать нам свое избавление, свое чудное спасение. Итак, в божественном провидении мы видим, что бедствие приносит пользу, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Причина горького опыта в жизни верующего та, чтобы он был благословением другим и принес хвалу Богу. Будем всегда помнить, что мрачные наши дни под его контролем. Псалмопевец это обнаружил, когда он засвидетельствовал, «Прежде страданий моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. И благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». И дальше, в 75 стихе этого 118-го псалма, он говорит, «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Сколько из нас могли бы прибавить и наши свидетельства подобными же словами? Поэтому пусть само наказание будет знаком утешением для нас, что Бог поступает с нами, как с сынами, ибо Господь кого любит, того наказывает бьет же всякого сына, которого принимает. Но мы знаем, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, говорит Слово Божие, но после наученным через него доставляет мирный плод. Итак, поскольку настоящая засуха, мрак и бедствие являются актом Божиим, то есть Бог удерживает свои благословения, постольку мы можем утешиться тем, что этот процесс ведет к большему избавлению, к большему благословению. Но теперь заметьте вторую мысль нашего текста. Назначенное время избавления будет, когда Бог восстанет. Ты восстанешь, умилосердься над Сионом, ибо время помиловать Его, ибо пришло время. Почему мы тогда плачем и рыдаем, как будто Бог забыл нас? Он имеет свои назначенные времена. Почему мы молимся, как будто настоящему положению вещей виновен Бог? Он восстанет, говорит псалмопевец. Когда? В назначенное время. Когда бедствие совершит свое дело, тогда он положит ему конец. Наказание должно иметь совершенное действие, тогда оно доставляет мирный плод праведности. Это и есть назначенное время. Нам нет надобности напоминать Богу. Его намерений никто не может изменить. Когда мы молим и просим, чтобы он отменил свое дисциплинарное действие, мы напрасно тратим время и энергии. Наша задача – узнать причину в нас самих, которая заставила его удержать от нас дождь благословения и послать нам горе и наказание. И, как ни странно, но от нас зависит это назначенное время, когда Бог восстанет, чтобы нас спасти. Слушайте еще раз. Ты восстанешь, умилосельнися над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. Иерусалим лежит в руинах. Камни его навалены грудами. Его красивые места превращены в кучи хлама, и народ его небрежен и безразличен. Но, наконец, он восстает. Народ восстает и начинает сознавать позор своего положения, и в покаянии оплакивает свое жалкое состояние. Возлюбленный настал назначенный час. Время избавления пришло. Когда народ обвинял Бога, не было избавления. Но, коль скоро он признал свою вину и смирился перед Богом, настало время надежды. Время пришло Богу восстать и явить свое спасение, когда блуждающее сердце начинает оплакивать руины, причиненные грехом и непослушанием. Только тогда может быть пробуждение, когда, оплакивая наше жалкое состояние, мы готовы признать нашу вину, наш грех, который заставил Бога допустить бедствие, опустошение и засуху. Да, тогда придет избавление. Тогда пришло назначенное время, но не раньше. «Зачем ты вопиешь ко мне?» – говорит Господь. «Скажи народу моему, чтобы они шли вперед. Нет смысла молиться и просить о повторении прошлых пробуждений? Лучше смириться перед Богом, покаяться в прахе и в пепле, исповедовать свои грехи и признать, что все то, что мы считаем богатством, есть не что иное, как груда хлама. Когда мы так поступим, тогда Бог помилует, тогда Он пошлет избавление, ибо время Его пришло. День пробуждения, день Его посещения, день новой благословения придет, когда храм будет очищен, когда всякая торговля будет удалена из него, тогда Дух Божий в Него вселится, и этот наш земной храм вновь начнет прославлять Бога. Помните, что тело наше есть храм Божий, и чтобы Бог им владел и Дух Святой Его наполнял, он должен быть чист, и все негодное должно быть выброшено вон. Для этого-то Бог и позволил бедствию, засуху и горе. Ими Он показал нам причину этих невзгод. Причина та, что мы позволили из храма Божьего сделать вертеп разбойников, и Христос должен был прийти с бичом, чтобы выгнать из него торгующих. До этого храм не исполнял свою назначенную функцию. Он не был домом молитвы, прославляющим Бога, а домом торговли с миром и грехом. И заметьте, что, коль скоро Христос очистил храм, когда бич совершил свое дело, приступили в храм слепые и хромые, и Господь их исцелял. Притом, вновь очищенном храме дети начали воспевать хвалу Божью. Храм Божий вновь начал исполнять свой долг, но только после бича, после очищения, тогда пришло пробуждение. Поскольку мы ведем торговлю с миром, идем на компромисс с грехом, пробуждение невозможно. Храм должен быть чист, чтобы владельцем его вновь стал Христос. Сегодня, дорогой мой, Спаситель стоит у двери твоего храма и стучит. Он хочет войти. Когда ты ему откроешь, и он войдет и очистит его, тогда он вновь будет исполнять свою Богом порученную функцию. Время его избавления придет, когда ты и я выучимся уроку, преподанному нам бичом Божиим. Но, может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще Господа не знают. Мой друг, склони свою голову там у своего радиоприемника и скажи, «Отче, я согрешил против тебя. Прими меня в число детей твоих ради Иисуса Христа». И когда ты так скажешь от всего твоего сердца и примешь веру и дашь спасение, то спасешься. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.